Здравствуйте, я Наталья Некрасова. Продолжаем вязание пледа Эльзион. Сегодня у нас с вами вторая часть вязания пледа Эльзион. И мы будем вязать первую партию элементов. Четыре одинаковых детали. Начинаем вязание. Перед нами экран программы КНИД. Либо листик с расчетом. Кому как удобно, кто как привык. И начинаем вязание. Первый цвет белый. В программе видно, что белый цвет. Видно, что идет указание. До 18 рядов мы вяжем белым. Количество петель есть 41. Количество рядов есть 18. Начинаем вязание. Первый цвет белый. Моя машина позволяет мне вязать без начала бросовой нитью. Если у вас машина не такая, у нее нет круглых щеток, вам придется начинать сбросовые нити. Если есть нити, вот если ручная прокладка, то вообще никаких проблем. Начинаете точно так же. Самым простым способом набора у меня это обвив. Счетчик на нуле. 18 рядов. Поднёмся. Да. Счетчик на нулю. Счетчик на нулю. 18 делай больше не нужно отрезаем но прежде чем вязать желтый беру разделитель провязываю два ряда желтый хвостики можно прямо сразу связывать чтобы у вас не расходились петли 18 рядов на счетчике 20 значит 38 рядов будет на счетчике когда закончим провязывание желтым цветом 18 два ряда разделителем меня желтый майк черный 18 рядов до 5-8 на счетчике этим же черным цветом закрываем все петли я закрываю обычной косичкой если хотите можете оставлять открытые петли сверху снизу в процессе соединения вы будете просто пользоваться этими петлями но у нас детали будут сложные поэтому открытые петли у нас получится только на первых частях все остальные части у нас будут идти совсем по другому принципу вязаться поэтому там открытых петель не будет можете оставлять здесь но еще раз говорю для того чтобы себя лишний раз не напрягать эти петли закрываем любым удобным способом единственное что нужно учитывать нет перетягивайте край но и например как мы закрываем брусовую нить продевая рабочую нить через петлю тоже не надо нам нужны хороший край поэтому не затягивая закрываете любым удобным привычным для вас способом провязали деталь обязательно после того как вы ее провяжите промерьте что она вас точно 15 на 15 что у вас все получает получается именно так как нужно если буквально то на пол сантиметра больше либо меньше это вообще не страшно потому что мы ее процессе соединения с остальными деталями выровняем но желательно конечно было ровненько и так провязали одну промерили вы выяснили что у вас в порядке таких деталей должно быть 4 абсолютно одинаковых и для того чтобы нам не путаться ведь мы 4 одинаковых деталей мы присваиваем и присваиваем этим деталям номер но это не первый номер это номер 5 потому что нумерация идет хитро она не по степени сложности а по рисунку а у нас степень сложности это самый простой узор самая простая часть поэтому мы ее связали 1 но номер она имеет 5 для того чтобы не путаться поскольку детали будет много мы уже поняли что 6 видов детали будет чтобы не искать где какая мы их просто все пронумеруем я буду нумеровать каждую деталь маркером вы можете этого не делать если вам важная обратная сторона ставлю пятерку на каждом и плюс к этому чтобы тоже не выискивать эти детали чтобы они у меня точно были все в одном месте я присваиваю номер 5 и и соединяю их и откладываю в сторону до дальнейшей обработки то есть первый блок готов таких нужно еще пять только они будут выглядеть немножко по-другому но это следующей части там а и и и и и и